Для министра внутренних дел Республики Казахстан. Смотрите, я подозреваю, что сотрудники, которые сидят на камерах, сотрудники полиции города Талдукурган, занимаются подлогом документов. Одна и та же идентичная фотография. Видно, да, по полоскам, по вот этому вот сбоку. Я увеличу, полоска сбоку. При этом они мне отправили сперва один бланк. Я оплатил полсуммы штрафа, вот уплощенно написано, от 09-09-2024 года в 14-46. Сегодня получаю смс-уведомление, приезжаю, мне дают второй, одна и та же фотографии на обоих. Сотрудник полиции говорит за сотовый телефон. После того, как я попросил показать, где сотовый телефон, он мне включает камеру. На камере толком ничего не может объяснить. Сотового телефона нету на видео. Я задаю ему вопрос. Если сотового телефона нету, вы мне, значит, получается, отправляете одни и те же фотографии разными числами, разными датами, разными нарушениями скоростного режима, для того, чтобы заработать. Чтобы я оплатил лишний штраф в казну государству. Вот для чего он мне говорит, нет, у вас все равно здесь сотовый телефон. Видео, опять же, не может мне предоставить. У меня теперь вопрос. Для чего это делается? Неужели у нас министр внутренних дел не может обратить внимание на своих сотрудников? Как так может быть, чтобы одни и те же фотографии на разных штрафах пришли, на разных уведомлениях? При этом у меня еще такой вопрос. Даже если бы был примерно телекон с этого у водителя в руках, вы что, отдельно этот штраф отправляете? Отправляете человеку тогда вместе оба штрафов? И здесь, в обоих бланках, чтобы потом не переделывали, там у нас любят министерство внутренних дел, свои доводы писать. Скоростные режимы написано. Чтобы потом не сказали, что ему отправили одну под штраф, одну, видите, 77 здесь нарушение, а здесь 79. Идентичные фотографии. Чтобы сотрудники полиции потом не говорили, что мы ему отдельно отправляли по сотовому телефону. Сотового нету, подтверждения нету. У меня произошел небольшой словесный конфликт с сотрудниками полиции. Видео сейчас сразу прикреплю. Прошу разобраться в профпригодности своих сотрудников. И кто придумал это слово, чтобы граждане говорили сотрудникам полиции господин Мрза. и разговаривали с ними на вы, в то время, как они превышают свои полномочия и разговаривают с людьми на ты, при этом провоцируя их. Подождите, Саян, дослушайте. Я пришел, он мне говорит, я тебе сейчас штраф буду за телефон писать. Было? Вы меня дослушайте. Вы меня дослушайте. Он мне сказал. Вы не говорите. Он мне сказал. Пусть объясняет. Вы говорили. Он здесь вам пояснял, смотрите. Вы же на камере у меня. Он пояснял, что по одному фотографии. Можно дать? Нет, дайте это моим. Я вам отвечаю, я вас в министру закину. Вы что творите? Вам пришел человек по штрафу, который я не делал. Вы мне на, вот я тебе сейчас... Я что, пацан тебе или что? Нет. Нет, я пацан. Ты какой имеешь прав... Не надо кричать. Давай тебе провокатор дай сюда. Не надо кричать, подожди. Я же объяснил. Саян, давай дергаться не будем. Я спокойный. Я спокойный, как удач. Не дергать, Саян, еще раз говорю. Саян, я тебе еще раз говорю, нормально. Не надо кричать. Сядь сюда. Я не к психому. Надо командовать мне здесь. Сядь туда-сюда. Ты меня на чем сюда будешь? Подожди, ты мне... Я вам фотографии... Дай сюда. Не надо мне говорить. Мои бумаги. Я вам фотографии прочтаю. Мои бумаги отдай мне. Я вам дам после того, как я разберусь с вами. Мои бумаги. Ты что меня задержешь? Ты что меня задержешь? Ты что ты разговариваешь? А ты кто? Мне с собой выкатни, ты бы еще мне тыкай. Я с вами на вы разговариваю. Правильно? Сейчас переборусь. Саян, я тебе серьезно говорю? Саян, я тоже серьезно говорю. Если вы к нему какие-то претензии имеете, напишите вышестоящий... Зашел сюда, подожди. Сейчас я вам его данные дам. Начальник зашел сюда. Выслушай, что твой подчиненный делает. Тыкать, выкать. Я как хочу так разговаривать. Вы что это допускаете? Я вам еще раз говорю. Вот ваш сотрудница. Я пришел, я вас попросил, пока вы мне как сказали? Вы же мужчина. Если вы... Вы сказали, у тебя здесь штраф, я сейчас за сотку тебе напишу. А здесь, дослушайте. Был разговор? А здесь, дослушайте. Знаешь, что? Объяснять будете в другом месте. Я, Саят, я тебе серьезно говорю, я тебя с детства знаю, но я никогда не думал, что форма человек... Я тебе говорю, как есть. Не надо мне здесь. Саят, пенсия будет, и дай власть мы встретимся. Пересечемся. Пересечемся. Мы же мужики, ты мужик, я мы. Все. Посидать. Они там будут и посылают. Зарывайся, зарывайся. Вы мне зарываетесь. Штрапы делаете какие хотите. Еще грубят. Еще не признает, как мужчина. Форму носит, не признает, что он мне говорил. Сотовый телефон у тебя здесь.